Икс-файлы Пентагона. Американское военное ведомство сообщило, сколько солдат находится за рубежом. Дмитрий Анопченко изучил эту статистику. Мирная жизнь внутри страны, но за ее пределами Соединенные Штаты уже который год, по сути, три войны ведут. В Афганистане, Ираке, а теперь еще и Сирия добавилась. Сколько военных Америка послала за рубеж? Пресса раньше только гадала, называя разные данные и путая читателей, но теперь в Пентагоне сообщили точные цифры. Оказалось, за пределами страны почти четверть миллиона американских солдат и офицеров. А если быть совсем точным, 257 300 человек. Цифра даже для Америки большая. А самый многочисленный контингент в Афганистане. Афганскую кампанию начали еще при Буше-младшем, осенью 2001-го. Обама обещал вывести войска, но там до сих пор больше 15 тысяч американских военных. И еще 1200 сотрудников Минобороны без погоны званий. При этом военное присутствие в Афганистане Трамп только наращивает. При Обаме там было 8,5 тысяч человек, летом этого года уже 11 тысяч, а сейчас цифра подросла до 15. В Ираке, где американцы уже 15 лет, с весны 2003-го, Пентагон насчитал почти 9 тысяч своих военных. А в Сирии, где Соединенные Штаты придерживались тактики помощи на расстоянии, чтобы солдат в боях не терять, сейчас насчитали порядка 1700 американских военных. Почти в 4 раза больше, чем сообщалось ранее. И эта статистика – прекрасная возможность понять и настроение в Белом доме, и планы самого Дональда Трампа. Во-первых, увеличивать американское военное присутствие в горячих точках. А во-вторых, сделать переброску войск максимально быстрой и эффективной. И если раньше для такого решения требовалось долгое обсуждение в совбезе и отмашка президента, то теперь Трамп отдал полномочия министру обороны. Генерал Мэдис может самостоятельно определять численность контингента. А значит, статистика снова будет меняться, а цифры – расти. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».